Некоторые акулы, например, головастые, светятся в темноте. Они живут глубоко в водах океана, почти на глубине 520 метров, и излучают флуоресцентное свечение, которое могут видеть только другие акулы. Ученые обнаружили свечение благодаря использованию фильтров, блокирующих желтый свет. Они считают, что так рыбы общаются со своими приятелями. Свечение помогает акулам бороться с микробными инфекциями. Коровьи птицы узнают друг друга по секретным паролям. Это особый вид птиц-паразитов, которые откладывают яйца в чужие гнезда. У молодых особей есть внутренний механизм, с помощью которого они узнают пение своих сородичей, секретный пароль, известный только им. Так они находят других коровьих птиц. Медведи-гризли очень сильно кусаются. И поверьте, вам лучше держаться подальше от острых когтей и зубов этого здоровяка. Сила его укуса составляет более 8 миллионов паскалей. Это означает, что мишка может раздавить шар для боулинга. Полосы у одних животных глубокие, а у других поверхностные. Тигры относятся к первой группе. Полосатая у них не только шерсть, но и кожа. То же самое и у других больших кошек, например, у снежного барса. Жирафы и зебры относятся ко второй группе, потому что узоры у них только на шерсти. Кстати, о зебрах. Как вы думаете, они черные с белыми полосками или белые с черными? На первый взгляд кажется, что второй вариант правильный. Черные полосы у них в основном заканчиваются на внутренней стороне ног и животе, а все остальное белое. Но это не так. Зебры черные с белыми полосками. Весь их мех, белый и черный, растет из фолликулов, в которых есть меланоциты. Эти клетки есть у всех животных. Они производят пигмент меланин, который придает цвет шерсти и коже. У зебр химические мессенджеры сообщают, какие меланоциты посылают пигмент в определенную область шерсти. Вот почему зебры в черно-белую полоску. На самом деле белый цвет не пигмент, а его отсутствие. Так что все зебры черные по умолчанию. Отпечатки пальцев коал настолько похожи на наши, что они могут оставить след даже на месте преступления. На первый взгляд у них нет ничего общего с людьми, но присмотритесь к их рукам. У них есть характерные петли и арки, поэтому если коала захочет нарушить закон, ей точно нужно надеть перчатки. Крабы-призраки рычат, когда рядом кто-то представляет угрозу. Они издают эти звуки зубами, расположенными в желудке. Для начала крабы поднимают клешни в знак того, что будут защищаться, если вы попытаетесь что-то сделать. Если это не сработает, они начнут устрашающе рычать, как собаки. Звук получается потому, что три удлиненных твердых зуба внутри желудка краба трутся друг о друга. Такой же звук они издают, когда перемалывают пищу. Раз уж мы заговорили о зубах, знаете ли вы, что рога нарвала – это тоже зубы, вывернутые наизнанку. В отличие от других китов, у нарвалов есть большой рог или зуб, который растет изнутри челюсти. Он очень чувствителен, потому что там расположены примерно 10 миллионов незащищенных нервных окончаний. Это почти как кусок кожи, потому что обычно в рогах или бивнях нет большого количества нервных окончаний. Около 95% людей – правши, как и афалины, только среди них правши и даже больше. Во время исследования ученые выяснили, что в 99% случаев эти дельфины поворачиваются на левый бок, а это значит, что они правши. Правой стороной они двигаются ко дну океана, когда отправляются на поиски пищи – кальмаров, креветок или мелкой рыбы. И еще кое-что интересное из жизни океана. Знаете ли вы, что горбатые киты создают пузыри, когда преследуют добычу? Наверняка вы думали, что, учитывая размеры, поужиной для них не составит труда. Но когда киты выслеживают добычу в открытых водах, они объединяются и используют так называемую сеть из пузырей. Плывя по восходящей спирали, они пускают под воду пузыри, из-за которых рыбам сложно сбежать. Доказано, что первые домашние кошки появились 12 тысяч лет назад. Исследователи узнали об этом почти 20 лет назад, когда раскапывали древнюю кипрскую деревню. Они нашли кошачьи кости рядом с человеческими, что говорит о том, что эти двое были рядом до самого конца. Люди ходили на охоту, поэтому примерно 29 тысяч лет назад первыми приручили собак, которые помогали им ловить других животных. Они даже не думали, что им понадобятся кошки, пока они начали обустраиваться и хранить излишки урожая. Мыши стали часто наведываться в склады с зерном, поэтому кошки пришлись ко двору. Тупики очень необычно чешутся. Безусловно, их потрясающие клювы – повод для гордости, но вот для чесания этого маловато. Ученые заметили, что для того, чтобы почесаться, птички берут небольшую деревянную палочку. Многие думают, что кошки и собаки видят мир в черно-белом цвете, но они просто не различают некоторые цвета. Никто не знает, как именно видят собаки. Возможно, они различают только синий и желтый цвет, но они могут видеть оттенки других цветов лучше, чем люди. А кошки отлично видят ночью. Им нужно в семь раз меньше света, чем человеку, чтобы видеть в темноте. Считалось, что жирафы немые, но недавно ученые обнаружили, что ночью они общаются друг с другом с помощью низкочастотных звуков. Днем они предупреждают друг друга об опасности очень необычным способом. Двигают хорошо развитыми бровями. Видимо, ночью бровей не видно, поэтому они начинают издавать звуки. Кстати, жирафы спят гораздо больше 30 минут в день, но, вероятно, не так много, как мы. Их режим сна довольно типичен. Понаблюдав за стадом жирафов, исследователи обнаружили, что они спали ночью и немного дремали днем. В общей сложности каждый жираф спал около 5 часов в день. И, кстати, в английском языке стадо жирафов называется башня. Чайки могут пить соленую воду. У них возле глаз есть железы, которые выделяют соль. Эти железы очень быстро очищают воду. И соленый осадок выходит через ноздри. Да, получаются соленые сопли. Пингвины Адели – настоящие романтики. У них бывает только один партнер на всю жизнь. Чтобы создать семью, самец должен отдать самке гладкий камень. Что-то вроде обручального кольца. Однако самка пингвина, как настоящая женщина, может не принять подарок. Хм... Лисы тоже очень романтичны. Самцы лисиц – хорошие отцы и мужья. Они преданы своим близким. Ухаживают за самками и даже ищут блох в их шерсти. Самцы лисиц улучшают свои норы и принимают активное участие в воспитании своих детенышей. Дельфины во время сна держат один глаз открытым. Половина их мозга видит сны и отдыхает. А вторая внимательно следит за тем, что происходит вокруг. Да, идеальный мозг для сна во время скучных занятий и встреч. Кроме того, дельфины умеют контролировать свое дыхание. Они ведь могут утонуть, если заснуть полностью. Морские выдры – самые милые спящие среди всех животных. Летом из-за жары они все время проводят в воде. Они плавают на спине и в таком же положении спят. Малыши спят на животе у матери, а двое взрослых держат друг друга за лапы, чтобы их не разделило потоком воды. При опасности страусы не прячут голову в песок. Они вообще никуда не прячут головы. Этот миф возник из-за фразеологизма – прятать голову в песок. В реальной жизни страусам приходится рыть норы в песке для своих яиц. И чтобы убедиться, что они равномерно нагреваются, страусы засовывают туда головы время от времени и поворачивают яйца. Но у страусов бывают весьма необычные рефлексы. Когда они сталкиваются с угрозой, то могут упасть на песок и неподвижно лежать, словно неживые. Есть заблуждение, что акулы могут дышать только если они постоянно двигаются, и что плавание помогает им проталкивать воду через жабры. Да, многие виды акул так и устроены, но есть и другие. Например, акула-нянька не нуждается в плавании, чтобы перекачивать богатую кислородом воду через жабры. Однако у акулы, правда, нет плавательных пузырей. Так что если они перестанут плавать, то, вероятно, пойдут ко дну. Но, к счастью, акулы этого не боятся. Быстрые спуски или подъемы для них не опасны. Ученые из Японии воспроизводили для кошек разные аудиозаписи, чтобы взглянуть на их реакцию. В этих записях владельцы звали кошек по именам. Зрачки кошек расширялись, животные шевелили хвостами, лапами или ушами. Кошки слышали людей, но реагировали редко. Все дело в эволюции. Кошки пришли к людям, потому что их привлекали мыши, которые ели зерно. Они жили близко к людям, но никогда не были приручены. И все же мы продолжаем их кормить. Птицы – это единственные выжившие динозавры. Они произошли от тероподов, которые бегали на двух ногах. Да, теронозавр – дальний родственник кур, страусов и даже калибри. На самом деле фламинго – белые. Птицы становятся розовыми из-за бета-каротина – пигмента, содержащегося в водорослях и креветках, которыми они питаются. Вы тоже можете изменить цвет своей кожи. Если будете есть много моркови, ваша кожа станет оранжевой. Моряки со всего мира рассказывали о гигантских кальмарах, которых встречали во время своих плаваний. Долгие годы ученые считали это мифом. Но в 2004 году была сделана первая фотография гигантского кальмара. Они и правда существуют. Был зарегистрирован кальмар с щупальцами длиной 13 метров. Некоторых из нас комары кусают чаще других. Самые вкусные – люди с первой группой крови. А еще у этих насекомых хорошее зрение. Их привлекают зеленый, черный и красный цвета. Так что, отправляясь в поход, продумайте цвет одежды. Акулу можно ввести в транс на 15 минут. Для этого нужно погладить ее рукой по носу. Этот вид гипноза называется тонической неподвижностью. Он становится возможным благодаря рецепторам в носу акулы. При поглаживании рецепторы посылают множество сигналов, и мозг акулы не в состоянии обработать их. Правда, непонятно, как близко нужно подплыть к акуле, чтобы погладить ее. Важная информация для размышления. Слоны не боятся мышей, но у этих огромных животных плохое зрение. А еще они довольно медленно передвигаются. Вот почему они могут испугаться птицы или маленькой, пробегающей мимо мыши. Просто элемент неожиданности, не более. Одно из самых распространенных заблуждений о животных звучит так – мыши любят сыр. Этот миф возник давно, когда люди только начали запасать еду. Мыши в домах бегали постоянно, и они вечно искали пищу, которую могли бы съесть. Люди хранили зерно в закрытых емкостях и высоко подвешивали мясо. Но сыр всегда лежал на полках и был легкой добычей для нежелательных посетителей кладовой. И так мыши его ели, потому что не могли найти ничего лучше. Но мышь с большей вероятностью съела бы шоколад или какую-нибудь другую сладость, а не сыр. Что ж, ее можно понять. На самом деле фламинго стоят в воде на одной ноге не потому, что боятся замерзнуть. Это всего лишь способ экономить усилия. Нам, людям, утомительно и непросто стоять на одной ноге. Но для фламинго это самое стабильное положение, учитывая их анатомию. Эта поза не требует от них никакой мышечной работы. Мне стало завидно. Один из самых старых мифов заключается в том, что страусы прячут головы в землю каждый раз, когда им страшно. Раньше исследователи думали, что страусы не очень умны. И потому прячут головы в землю, не осознавая, что их крупные тела остаются на виду. Но страусы это делают только когда хотят проглотить песок и гальку для улучшения пищеварения или переворачивают свои яйца в гнездах. И даже тогда они на самом деле не прячут голову, а только пригибают ее поближе к земле. Спрятав голову в песок, они бы не смогли дышать. Нет причин считать страусов пугливыми птицами. Как и другие существа, они убегут, если почувствуют приближение опасности. Но в некоторых ситуациях они будут сопротивляться и защищаться. Как думаете, что самое большое может проглотить синий кит? Речь ведь идет о самом крупном животном в мире, которое может вырастать до 30 метров в длину и весить 200 тонн. Его сердце размером с автомобиль, а язык может весить как средний слон. Так что кита, проглатывающего автомобили, людей и небольшой корабль, вообразить проще простого. Но на самом деле он не может проглотить ничего крупнее грейпфрута. Его горло диаметром с небольшую тарелку. Киты питаются мелкой рыбой, планктоном и ракообразными, поэтому им не нужно большое горло. Но в желудке синего кита невозможно уцелеть из-за желудочного сока. Он прикончит любое существо секунд за 15. Примерно столько же можно продержаться в космосе без скафандра. Лучше даже не пробовать. Верблюды не хранят воду в своих горбах. Мы говорим о животных с необычайной устойчивостью к экстремальным условиям. Они могут выжить, если будут пить воду лишь раз в 10 дней, но не потому, что у них есть тайник на спине, а потому, что когда у них появляется возможность, они выпивают около 190 литров воды за один присест. Они используют ее для восполнения 30% общей массы тела. Столько они могут потерять из-за обезвоживания. Они теряют много воды, но быстро ее восстанавливают. А в горбах они откладывают жир, но не для производства воды. Кислород, который верблюды должны были бы вдыхать, заставил бы их терять слишком много воды посредством испарения через легкие. Поэтому они используют жир в качестве источника энергии. Это помогает им выживать в засушливых регионах. Это миф, что муравьеды засасывают муравьев носом, словно ходячие пылесосы. У муравьедов очень длинные языки. У гигантских муравьедов языки достигают в длину 60 сантиметров. Они похожи на нить спагетти и покрыты крючками и липкой слюной, которые ловят муравьев до 160 раз в минуту, позволяя поймать до 20 тысяч насекомых в день. Животные разрывают муравейники когтями, а затем выполняют остальную работу языком. У них нет зубов, поэтому они просто проглатывают насекомых. Фильмы дают ложное чувство безопасности, когда дело доходит до динозавров. На самом деле вы бы не спаслись от разверенного тираннозавра, если бы замерли. Это миф, что у короля динозавров было плохое зрение. Скорее всего, он видел куда лучше, чем современные хищники. У него было превосходное восприятие глубины, присущее современным орлам и ястребам. Даже если бы каким-то образом он вас не заметил или принял за дерево, он бы вас точно унюхал. Лучше всего было бы бежать, потому что тираннозавр не мог разгоняться до 50 с лишним километров в час, как ученые думали раньше. Учитывая анатомию, он мог передвигаться со скоростью не больше 19 километров в час, чтобы не повредить свои же кости. Но это не мешало ему править животным миром, потому что многие динозавры были еще медленнее, так что беспокоиться о еде не приходилось. Другой миф гласит, что совы способны вращать головой на 360 градусов. Максимум, что они могут, вращать головой на 270 градусов в одном направлении. Но так как они могут поворачивать голову на 270 градусов влево и вправо, то общий диапазон составляет 540 градусов. Если прикоснуться к крыльям бабочки, она не потеряет способность летать. Она выживет, несмотря на распространенный миф, утверждающий обратное. Крылья бабочки покрыты чешуей. Если к ним прикоснуться, некоторые чешуйки могут отвалиться. Но это не страшно, потому что они выпадают и естественным путем. Из-за этого бабочке легче улететь, если она застрянет в паутине.